Тесное взаимодействие жителей многоквартирных домов с управляющими организациями и сферой ЖКХ приносит свои плоды. Подтверждением тому стали дома по улице Юбилейная в селе Ошитково. Глава округа Артур Болотников с рабочим визитом посетил территорию, где в самом разгаре работы по благоустройству дворов. Это финишная прямая в череде мероприятий по улучшению качества жизни селян. Последовательность и системный подход помогли достичь хороших результатов. Сделали сначала кровлю, сделали подъезды и сейчас, как мы говорили, благоустройство проводят. То есть вот здесь последовательность такая. Соответственно, не везде получается, но максимально стараемся первый год кровля, второй год подъезда. Вот у меня сейчас у нас по управлечкам по общим где-то около 200 заявок по подъезду. Мы людям разъясняем, что невозможно, мы сейчас вам на следующий год сделаем подъезд, а потом через год кровля все подъезды потекут. Поэтому именно последовательность. Жителю надо пояснять, не все имеют инженерно-строительное образование, поэтому, конечно, сначала кровля, потом подъезд. С 2015 года в Подмосковье действуют программы по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов и кровель. По проектам ежегодно муниципалитет должен ремонтировать 10% дворов. В городском округе Воскресенск их 235. К сожалению, не все жители понимают, что последовательный подход к поставленным задачам помогает избежать лишних трат и волнений. «Приоритет какой? Мы сначала берем дома с большей этажностью, где больше зарегистрировано жителей. Вот мы уже практически девятиэтажки, уже дворы благоустроили. Вот у нас сейчас мы и подошли к пятиэтажкам благоустраиваем. Дальше уже, конечно, пойдет программа до 2024 года включительная, я думаю, она и дальше будет продолжаться. Уже подойдем и к двухэтажным. От численности жителей. Там тоже люди живут, там тоже должно быть качество. И в сельских населенных пунктах тоже люди должны получать все услуги. Но стараемся все-таки побольше охватить людей, чтобы вы понимали». Ошитково – самое большое сельское поселение Московской области. А значит, и проблем здесь, пожалуй, больше всего. Но жители умеют находить точки взаимодействия с властями и получают ответную положительную реакцию. «Вам огромное спасибо, что нас, как говорится, не бросили. Все-таки начали капитальный ремонт. Я думаю, что как бы дойдет он до конца. Дойдет, я вам обещаю». Благоустройство территории округа требует общих усилий местных жителей и администрации. Поэтому глава Артур Болотников регулярно проводит встречи с жителями, где фиксируются наиболее насущные проблемы дворов. Некоторые вопросы решаются на месте, другие берутся на контроль и исполняются в ближайшее время. Юлия Теунова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова